Бытие, 26 глава И исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам, отец твой, послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о Ревекке, жене его, и он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать, что жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места всего за Ревекку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимилех царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, женой своею. И призвал Авимилех Исаака и сказал, вот, это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя. Исаак сказал ему, потому что я думал, не умереть бы мне ради ее. Но Авимилех сказал ему, что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женой твоей, и ты ввел бы нас в грех. И дал Авимилех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ящ меня во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимилех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской, и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дне Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама отца его. И назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам отец его. И копали рабы Исаакова в долине Герарской, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодези имя Есек, потому что спорили с ним. Когда двинулся оттуда Исаак, выкопали другой колодезь. Спорили также и о нем. И он нарек имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Реховов. Ибо сказал он теперь, Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою. И благословлю тебя, и умножу потомство твое ради отца твоего Авраама, раба моего. И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодезь в долине Герарской. Пришел к нему из Герара Амелех, и Ахуза, вдруг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выстали меня от себя? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали, поставим между нами и тобою клятву, и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись за тебя, а делали тебе одно доброе, и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршество, и они ели и пили, и, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы, и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему, мы нашли воду, и он назвал его Шива. Посему имя городу тому Беэр Шива, Версавия, до сего дня. И был Исаак сорока лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра Хитиянина, и Весимафу, дочь Илона Хитиянина. И они были в тягость Исааку и Ревекке. Бытие, глава двадцать седьмая. Когда Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаава, и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Исаак сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготови мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, что благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исааву, и пошел Исаав в поле достать и принести дичи. А Ревекка сказала меньшему сыну своему Иакову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исааву, Принеси мне дичи, и приготови мне кушанье, я поем, и благословлю тебя перед лицом Господнем, перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею. Иаков сказала Ревекке матери своей, Исаав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение. Мать сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих, и пойди, принеси мне. Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исаава, бывшая у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Якова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей у козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Якову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, отец мой, тот сказал, вот я, кто ты, сын мой? Яков сказал отцу своему, я Исаав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, что ублагословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Якову, подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой, Исаав, или нет? Яков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, голос, голос Якова, а руки, руки Исаава вы. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава, брата его, косматые, и благословил его. И сказал, ты ли сын мой, Исаав? Он отвечал, я. Исаак сказал, подай мне, я поем дичи сына моего, что ублагословила тебя душа моя. И Яков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал, вот, запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от ука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны и матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Как скоро совершил Исаак благословение над Яковом, сыном своим, и как только вышел Яков от лица Исаака, отца своего, Исаак, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему, Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец всего, сказал ему, кто ты? Он сказал, я сын твой, первенец твой, Исаак. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал, кто же это, который достал мне дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде, нежели ты пришел. Я благословил его, он и будет благословен. Исаак, высушав слова отца своего Исаака, поднял громкий и весьма горький вопль, и сказал отцу своему, отец мой, благослови и меня. Но он сказал ему, брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал Исаак, не потому ли дано ему имя Яков, что он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. И еще, сказал Исаак отцу своему, неужели ты не оставил и мне благословения? Исаак отвечал Исааку, вот, я поставил его господином над тобой, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исаак сказал отцу своему, неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой. И как Исаак молчал, возвысил Исаак голос свой и заплакал. И отвечал Исаак отец его и сказал ему, вот, от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь игое его свые твоей. И возненавидел Исаак и Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исаак в сердце своем, приближаются дни плаща по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. И пересказаны были ревеке слова Исаава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему, вот, Исаав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги в Месопотамию, к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас? И сказала ревек к Исааку, я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь? Бытие, глава 28. И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедовал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей хананских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, который Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак Иакова. И он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Вафуила, армиянина, к брату Ревекки, матери Якова и Исаак. Исаак увидел, что Исаак благословил Иакова, и благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда. И заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей ханаанских. И что Яков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию. И увидел Исаак, что дочери ханаанские не угодны Исааку отцу его. И пошел Исаак к Измаилу, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих. И Иаков же вышел из Версавии, и пошел в Харран. И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе, и в семени твоем, все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно, Господь присутствует на месте сей, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное что, как дом Божий, это врата небесная. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек Иаков имя месту тому, Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обед, сказав, если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути семь, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Бытие, глава 29. И встал Иаков, и пошел в земли сынов Востока, к Лавану, сыну Вафуила Арамиянина и брату Ревекки, матери Иакова и Исава. И увидел вот на поле колодези, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодези и поили овес. Потом опять клали камень на свое место на устье колодези. Иаков сказал им, пастухам, братья мои, откуда вы? Они сказали, мы из Харана. Он сказал им, знаете ли вы, Лавана, сын Анахорова? Они сказали, знаем. Он еще сказал им, здравствует ли он? Они сказали, здравствует. И вот Рахиль дождь его идет с овцами. И сказал Иаков, вот дня еще много, не время собирать скот. Напойте овец и пойдите пасите. Они сказали, не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни от устья колодези. Тогда будем мы поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль, дочь Лавана, с мелким скотом отца своего. Потому что она пасла мелкий скот отца своего. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодези и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее и что он сын Ревекки. А она побежала и сказала отцу своему все сие. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его. И вел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему, подлинно, ты кость моя и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе? У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Лаван сказал ему, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня. И служил Иаков за Рахиль семь лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану, дай мне жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял Лаван дочь свою Лию и ввел ее к нему. И вошел к ней Яков. И дал Лаван служанку свою зелфу в служанку дочери своей Ливи. Утро же оказалось, что это Лия. И Яков сказал Лавану, что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делаешь, чтобы младшую выдавать прежде старшей. Окончи неделю этой. По дому отдадим тебе и ту за службу, которой ты будешь служить у меня еще семь лет других. И Яков так и сделал. И окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль дочь свою ему в жену. И дал Лаван служанку свою в Аллу, служанку дочери своей Рахили. И Яков вошел и к Рахиле, и любил Рахиль больше, нежели Лию. И служил у него еще семь лет других. Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверстут роба ее. А Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила Якова сына, и нарекла ему имя Рувим. Потому что, сказала она, Господь призрел на мое бедствие, и дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой. И зачала Лия опять, и родила Якова второго сына. И сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего. И нарекла ему имя Симеон. И зачала еще и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой. Ибо я родила ему трех сынов, а сего наречено ему имя Левии. И еще зачала и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла имя ему Иуда. И перестала рождать. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову. И позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Яков разгневался на Рахиле и сказал ей, разве я Бог, который не дал тебе плода от чрева? Она сказала, вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валлу служанку свою в жену ему, и вошел к ней Яков. Валла служанка Рахилина зачала и родила Якову сына. И сказала Рахиль, судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан. Еще зачала и родила Валла служанка Рахилина другого сына Якову. И сказала Рахиль, борьбой сильной боролась я с сестрой моей и превозмогла, и нарекла ему имя Нафнефалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу и дала ее Якову в жену, и он вошел к ней. И Зелфа служанка Лиина зачала и родила Якову сына. И сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гат. И еще зачала Зелфа служанка Лии и родила другого сына Якову. И сказала Лия, к благу моему, и во блаженную будет называть меня женщиной, и нарекла ему имя Асир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел Мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, сестре своей, дай мне Мандрагоров сына твоего. Но Лия сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и Мандрагоров сына моего? Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобой эту ночь за Мандрагора сына твоего. И Яков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала, войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за Мандрагора сына моего. И лег он с нею в ту ночь, и услышал Бог Лию. И она зачала и родила Якова пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. И нарекла ему имя Иссахар, что значит возмездие. И еще зачала Лия и родила Якова шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь, и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверстут робы ее. Она зачала и родила Якова сына, и сказала Рахиль, снял Бог позор мой. И нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне и другого сына. После того, как Рахиль родила Иосифа, Яков сказал Лавану, отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе. И сказал ему Лаван, ой, если бы я нашел благоволение пред очами твоими. Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам тебе. И сказал ему Яков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома? И сказал ему Лаван, что дать тебе? Яков сказал ему, не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, а отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, так же с пятнами, и с крапинами, и с коз. Такой скот будет наградой мне и будет мой. И будет говорить за меня перед тобой справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякое из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденое это у меня. Лаван сказал ему, хорошо, пусть будет по твоему слову. И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собой и между Яковом на три дня пути. И Яков же пас остальной мелкий скот лаванов. И взял Яков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них Яков белые полосы, снял кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда сход приходил пить, и где, приходя пить, защинал перед прутьями. И защинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый и с крапинами и с пятнами. И отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом лавана. Каждый раз, когда защинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он защинал пред прутьями. А когда защинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот лавану, а крепкий Якову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и крупного скота, и рабыни, и рабов, и верблюдов, и ослов. Бытие, 31 глава. И услышал Яков слова сынов лавановых, которые говорили, Яков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатства сия. И увидел Яков лицо лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Якову, возврати в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Яков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего. И сказал им, я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманул меня и раз десять переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал Он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда Он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне. Однажды, в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы и овны, поднимавшиеся на скот, на козы и овец, пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Яков. Я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри. Все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на козы и овец, пестрые с крапинами и с пятнами. Ибо я вижу все, что лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обед. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобою. Рахиль Илье сказали ему в ответ, есть ли еще нам доли наследства в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе. И встал Яков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов. И взял с тобой весь скот свой, и все богатство свое, которое приобрел скот, собственно его, которое он приобрел в Месопотамии. И все свое, чтобы идти к Исааку отцу своему в землю ханаанскую. И как лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца его. И Яков же похитил сердце у лавана-арамьянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было. И встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали лавану-арамьянину, что Яков ушел. Тогда он взял с собой сынов и родственников своих и гнался за ним семь дней. И догнал его на горе Галаад. И пришел бог к лавану-арамьянину ночью во сне. И сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого. И догнал лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе. И лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей силы сделать вам зло. Но бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, Берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих? Иаков отвечал лавану и сказал, Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего моего. И сказал Иаков, у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках ваших узнавай, что есть твоего у меня и возьми себе. Но ничего у него не узнал. Иаков не знал, что Рахиль, жена его, украла их. И ходил лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь. И обыскивал, но не нашел. И выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло, и села на них. И обыскал лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему, Да не прогневается господин мой, что я не могу встать перед тобой. Ибо у меня обыкновенная женская. И лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов. Иаков рассердился и вступил в спор с лаваном. И начал Иаков говорить и сказал лавану, Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня. Ты осмотрел у меня все вещи в доме моем. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь пред родственниками моими и пред родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. Вот, двадцать лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овнов стада твоего я не ел. Растерзанно зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало? Ночью ли пропадало? Я томился днем от жары, А ночью от стужи. И сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих, И шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою. Если бы не был со мной Бога, отца моего Бога Враама и страх Исаака, Ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих, И вступился за меня вчера. И отвечал Лаван и сказал Якову, Дочери, дочери мои, Дети мои дети, скот мой скот, И все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, Которые рождены ими? Теперь заключим союз я и ты, И это будет свидетельством между мною и тобою. Присемь Яков сказал ему, Вот, с нами нет никого, смотри, Бог свидетель между мною и тобою. И взял Яков камень и поставил его памятником. И сказал Яков родственникам своим, Наберите камней. Они взяли камни и сделали холм, И ели и пили там на холме. И сказал ему Лаван, Холм сей, свидетель сегодня между мною и тобою. И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа, А Яков назвал его Галаадом. И сказал Лаван Якову, Сегодня этот холм и памятник, который я поставил, Между мною и тобою, свидетель, Посему и наречено ему имя Галаад. Также Митса, От того, что Лаван сказал, Да надзирает Господь надо мною и над тобою, Когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерями моими, Или если возьмешь жен сверх дочерей моих, То хотя нет человека между нами, который бы видел, Но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. И сказал Лаван Якову, Вот холм сей, И вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм свидетель, И этот памятник свидетель, Что ни я не перейду к тебе за этот холм, Ни ты не перейдешь ко мне за этот холм, И за этот памятник для зла. Бог Аврамов и Бог Нахоров Досудит между нами, Бог Отца их. Яков поклялся страхом Отца своего Исаака, И заколол Яков жертву на горе, И позвал родственников своих есть хлеб, И они ели хлеб и пили, И ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, И поцеловал внуков своих, И дочерей своих, И благословил их, И пошел. И возвратил Салаван в свое место.